Этим утром сотрудники госавтоинспекции добирались на работу без автомобиля. Кто живет далеко, приехал на общественном транспорте, а кто поближе – на велосипедах и даже на гироскутере. Таким образом, инспекторы ГИБДД не только присоединились к акции, но и показали пример другим. При этом все строго соблюдали правила дорожного движения, использовали световозвращающие элементы и защитную экипировку. А в течение дня прошел еще и ряд мероприятий. Совместно с велошколой, которая у нас на территории города Сергеев-Пасад, Сергеев-Пасадского района, проведены тематические велопробеги, где дети также присоединились к этой акции. Среди детей были распространены световозвращающие элементы и тем самым мероприятия у нас на территории нашего муниципального образования прошли вот именно без автомобилей. Так, категория участников дорожного движения, которую мы называем водители велосипедов, да, велосипедисты, все чаще и больше стали соблюдать правила дорожного движения. То есть передвигается по проезжей части согласно правилам дорожного движения, а если предусмотрены, значит, специально отведенные велодорожки, то они именно следуют по этим отведенным местам, тем самым, значит, сохраняя свою жизнь и не подвергая опасности других участников дорожного движения. А с каждым годом, я думаю, все больше таких людей становится, которые выбирают вид передвижения транспорта, как велосипед. Велосипедистов в городе становится с каждым годом больше, но вот отказаться от личного автомобиля в пользу двухколесного транспорта получается не у всех. У меня нет, потому что недалеко добираться сюда до города, я на даче живу. Да я обхожусь, но у меня мопед. А без мопеда вот на автобусе или на велосипеде? Да тяжело, тяжело. Ну, там учишься ходить. В повседневной жизни, я думаю, то, что на этом надо. Ну, иметь свой транспорт, это намного удобнее, не толкаться в общественном транспорте. Ну, как бы сейчас все так. А велосипед, если? Велосипед, если. Если он есть, то и хорошо. Но так что, если машин много на дороге, то на велосипеде тоже опасно. Ну, в принципе, у меня были моменты, когда я вот мог обойтись без машины. Если не работаю, то вполне возможно обойтись. А если опять-таки работаю, то да, у меня тоже не получится ни дня без машины. В теплое время года езжу на работу на велосипеде. Это удобно? Почему нет? И сколько времени занимает таким образом путь до работы на велосипеде? Ну, минут пять. А на машине? Да, те же пять минут. Дорожек нигде. Приходится по дорогам прыгать, машинам мешать, своим здоровьем рисковать. А так? Ну, и прицепить тоже. Где к забору, где стоянок мало. Велодорожки строят сейчас в городе в рамках масштабного проекта благоустройства Сергеева Посада. И, возможно, тогда желающих пересесть на два колеса станет больше. Ну, и, конечно, важно соблюдать правила дорожного движения. При передвижении на велосипеде необходимо в первую очередь, конечно, специальную экипировку одевать, да, и велошлемы, и защитную экипировку. И двигаться согласно правилам дорожного движения по направлению потока транспортного средства, придерживаясь крайней обочины от себя справа. Ну, а в большинстве, опять же, повторюсь, водители велосипедов передвигаются по специально отведенным велодорожкам. И они сделаны, по сути, для того, чтобы обезопасить, так скажем, водителей велосипедов от травматизма. День без автомобиля – это разовая акция. Но, возможно, для кого-то она станет началом нового образа жизни.